Приветствуем вас, друзья, на канале Фактограф. Сегодня мы погрузимся в мир науки и экспериментов, где границы между любопытством и опасностью стираются. В этом видео мы расскажем о самых опасных опытах, которые когда-либо проводились, и о том, как стремление к знаниям может привести к непредсказуемым последствиям. Вы когда-нибудь задумывались, какие риски берут на себя ученые в поисках истины? Мы покажем вам не только захватывающие факты, но и истории людей, которые решились на смелые эксперименты, порой ставя под угрозу свою жизнь и жизни других людей. Мы расскажем вам о проекте Storm Fury и операции Sea Spray. Вы узнаете, какой ученый проводил эксперименты собственным сердцем, кто пытался воскрешать мертвых и как взрывали первую в мире ядерную бомбу. Приготовьтесь к получению максимальной дозы адреналина. Но перед этим не забудьте подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить ни одного нового видео. А теперь поехали! Поведение слона под ЛСД Один из самых противоречивых и опасных экспериментов с животными в истории состоялся в 1962 году. Команда исследователей из города Оклахома решила выяснить, как поведет себя слон, если ему вколоть дозу широко распространенного галлюциногенного наркотика ЛСД. Подопытным выбрали ничего не подозревающего слона Таско из городского зоопарка Оклахома-Сити. С помощью пистолета ему в ягодицу ввели 297 миллиграммов галлюциногенного препарата. Размер дозы был, естественно, слоновым, превышающим обычную для человека примерно в 3000 раз. Авторы просто не знали, какая дозировка подходит слону. Они исходили из количества препарата, которое приводит в ярость кошку. И, увеличив его пропорционально весу слона, сделали вывод, что ему следует ввести именно 297 миллиграммов. Наркотик на слона подействовал. Таско начал метаться из стороны в сторону и громко трубить. Однако уже через 5 минут он свалился на землю мертвым. Скорее всего, от передозировки. Ведь вес слона превышает человеческий отнюдь не в 3000, а всего в несколько десятков раз. Проект Storm Fury. В середине 20 века выдающийся американский химики, лауреат Нобелевской премии Ирвинг Ленгмюр, решил, что может научиться управлять погодой. Он пришел к выводу, что если осыпать штормовые тучи иодидом серебра, они прольются дождем в нужном месте, а не над многолюдными городами. Таким же способом предполагалось ослаблять ураганы. В теории все просто. На деле вышло по-другому. Когда в рамках эксперимента самолеты распылили иодид серебра над одним из ураганов, то он не угас, а налетел на побережный город Саванна, принеся с собой страшные разрушения и многочисленные смерти. Последствия были ужасающие. Но почему эксперимент вышел из-под контроля? Возможно, он проводился неаккуратно, и не были учтены как естественные состояния атмосферы, так и посторонние воздействия. Например, от жизнедеятельности городов или военных баз. Вернен Форсман и его эксперимент с собственным сердцем. В 1929 году кардиохирургия только делала свои первые шаги. И тут молодой немецкий врач Вернер Форсман предположил, что можно добраться до сердца, не разрезая грудину, а проведя гибкую трубку через артерию по сосудам. Но вот беда. Руководство Эберсвальдской хирургической клиники, где он работал, запретило фантазеру даже думать о таком, не то что пробовать. Однако амбициозного хирурга это не остановило. Форсман провел эту операцию на самом себе. Он надрезал вену у локтя и ввел в нее узкую трубку. В первый раз до сердца трубка не дошла, потому что ассистент отказался продолжать опасный эксперимент. Во второй раз Форсман действовал самостоятельно. Он ввел катетер на 65 сантиметров и достиг правой половины сердца. Затем включил рентгеновский аппарат и получил подтверждение своего успеха. К счастью, все прошло хорошо. А в 1956 году за разработанную методику Вернер Форсман получил Нобелевскую премию. Роберт Корниш и воскрешение мертвых Некоторым ученым иногда приходят в голову совершенно безумные идеи, как, например, американскому доктору Роберту Корнишу. В 1930-х годах он решил, что нашел прекрасный способ воскрешать из мертвых. Первыми жертвами его сомнительных опытов стали собаки. Сначала Корниш убил животных передозировкой эфира, а через 15 минут приступил к реанимированию. Ученый раскачивал их тела на специальных качелях, чтобы восстановить кровообращение, а также вводил лекарственную смесь из адреналина, антикоагулянтов и физраствора. В результате две собаки из пяти ожили. Хотя сколько времени они прожили после возвращения из того света, история умалчивает. Вдохновившись успехом, Роберт пошел дальше, решил опробовать метод на людях и начал поиски добровольцев. Вы не поверите, но такой человек нашелся. Приговоренный к смертной казни Томас МакГонегал завещал свое тело для проведения реанимации сразу после исполнения наказания. Разумеется, ни правительство штата, ни судьи не поддержали эту абсурдную идею, и 20 февраля 1948 года заключенного МакГонегала казнили так, как и планировалось. Хосе Дель Гадо и контроль разума В 1960-х годах испанский ученый Хосе Дель Гадо совершил прорыв в исследованиях по считыванию сигналов мозга. Исследователь вживил в мозг БК-имплант, при помощи которого научился управлять животным. Впервые он продемонстрировал прямой контроль сознания в Испании на арене для кориды. Дель Гадо вышел против БК с красным полотнищем, а когда животное побежало на него, нажал кнопку на пульте управления. Имплант передал электрический сигнал прямо в мозг. Как будто по волшебству бык тотчас потерял к нему интерес и ушел в сторону. Так миру открылось одно из самых противоречивых технологических начинаний. Объединение высшей нервной деятельности и машины. До людей, к счастью, дело не дошло, но опыты и без того оказались достаточно жуткими. Ведь даже само по себе вживление инородного тела в мозг без острой необходимости не самая лучшая идея. Испытание ядерного оружия Тринити 16 июля 1945 года в штате Нью-Мексико в США было проведено первое в мире испытание атомного оружия. Эта плутониевая бомба называлась Тринити. И именно она положила начало ядерной эпохе. Тринити была результатом проекта Манхэттен. Программа разработки ядерного оружия в США, стартовавшей в сентябре 1942 года. В группу Манхэттенского проекта вошли физики и другие ученые с мировым именем из нескольких стран. Испытание произошло на полигоне Аламагорда. Атомная бомба была установлена на 30-метровую стальную вышку. Никто не мог однозначно предсказать, что произойдет при первом в истории ядерном взрыве. В результате в окружности 370 метров была уничтожена вся растительность. И образовался кратер, конструкция вышки испарилась. Свет от взрыва был ясно виден в пунктах, удаленных почти на 300 километров. Взрыв ядерной бомбы потряс огромную территорию. Однако военное ведомство сумело сохранить испытания в секрете. Затем, менее чем через месяц, еще две ядерные бомбы, созданные Манхэттенским проектом, были сброшены на японские города Хиросима и Нагасаки. Исследование сифилиса в Таскиге. В 20-х годах 20 века сифилис был серьезной и малоизученной проблемой. Для того, чтобы приблизиться к разгадке этой венерической болезни, правительство США запустило медицинский эксперимент, длившийся с 1932 по 1972 год в городе Таскиге, в штате Алабама. 399 темнокожих крестьян, зараженных сифилисом, вместо лекарства получали плацебо. Даже когда к 1947 году стандартным методом лечения сифилиса стал пенициллин, больным не сообщали об этом. За участие в программе им предоставляли бесплатное медицинское обслуживание, еду и страховку на случай смерти. Однако неэтичным в этом эксперименте было все. Во-первых, мужчинам даже не рассказали, что на программу их выбрали из-за того, что те страдают от сифилиса. Доктора просто говорили, что у них плохая кровь. Во-вторых, им не сообщили, что они участвуют в правительственном эксперименте по изучению болезни, не поддающейся лечению. Да и целью эксперимента было не вылечить больных, а наблюдать за тем, как именно они умирают. Никакой научной пользы, только безумие. Свернуть этот бесчеловечный эксперимент удалось только в 1972 году, после того, как СМИ рассказали о нем общественности. В результате 28 человек погибли от болезни, еще 100 – от осложнений. Эксперимент Си-спрей В середине 20 века правительство США испытывало биологическое оружие на собственном же населении. Первым городом-полигоном стал Сан-Франциско. Почему именно Сан-Франциско? Место выбрали из-за его близости к воде и высокой плотности населения. Операция получила название Си-спрей. В МС США неделю распыляли близ города значительное количество бактерий Сератия марчессенс и бациллус глобиги, образовавших целое облако, которое зависло над 800 тысячами жителями залива. Планировалось изучить действия инфекции не на людей, а на окружающую среду, влияние на потоки ветра, образование дымки, уязвимость большого города, время, за которое бактерии распространятся на другие области. Эксперимент прошел удачно. Образцы, взятые в 43 областях распространения бактерий, показали их эффективность. Помимо залива, патогенными веществами оказались заряжены близлежащие города. Но их жители узнали об этом опасном опыте гораздо позже и только благодаря журналистскому расследованию, проведенному газетой Long Day Newsday в 1976 году. Честер Саутен и опыты с заражением раковыми клетками В середине прошлого века американский онколог и вирусолог Честер Саутен с головой погрузился в изучение сложнейшего заболевания человечества – рака. Вот только методы у доктора были весьма сомнительные. Саутен считал, что иммунная система человека способна избавиться от раковых клеток, которые были вживлены искусственно. Доказывать свою точку зрения доктор начал на неизлечимо больных пациентах в возрасте и заключенных, который медик водил живые, суперагрессивные раковые клетки Хэла. При этом участников исследований в подробности опыта не посвятили. Ну да, это же такая мелочь. Саутен предполагал, что в случае, если иммунная система не справится со злокачественными клетками, то он заметит подкожные узоры и быстро избавится от образований. Эксперимент провалился, число раковых узлов только росло. Пациентам, которым успели прооперировать сформировавшуюся опухоль, повезло, но часть подопытных не удалось спасти. Клетки быстро распространились по всему организму и метастазировали. В итоге эти люди умерли от рака. Удивительно, но карьере онколога этот прецедент не навредил. Более того, позже он был избран президентом Американской ассоциации по изучению рака. Исследование малярии в тюрьме Стейтвилл. Это еще один опасный для жизни людей и сомнительный с этической точки зрения эксперимент. Врачи Чикагского университета начали его в марте 1944 года на территории американской тюрьмы Стейтвилл. Они стали заражать заключенных малярией, чтобы посмотреть на действия и побочные эффекты противомалярийных препаратов. Но зачем применять такие радикальные методы? Дело в том, что в то время около 60% американских солдат, дислоцированных в южной части Тихого океана, во время Второй мировой войны страдали от малярийной инфекции. Для некоторых подразделений инфекция оказалась более смертоносной, чем вражеские войска, поэтому поиск эффективного лечения был первоочередной задачей. Так в течение двух лет более 400 заключенных тюрьмы Стейтвилл стали участниками эксперимента. Заключенные сначала заражались малярией, а затем получали экспериментальные противомалярийные препараты. У эксперимента не было скрытой программы. И его неэтичная методология, казалось, не беспокоила американскую общественность. Да и сами участники знали, на что идут, и чувствовали себя настоящими патриотами. Ведь таким образом они помогали приблизить победу во Второй мировой войне. Друзья, а как вы считаете, какой эксперимент из нашей десятки переходит грань между необходимостью получить новые данные и моралью, которой нужно для этих данных пожертвовать? Делитесь с нами в комментариях. На этом у нас все. Спасибо вам за просмотр.